Доброе утро! 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 В трансляции с чемпионатов мира и Европы улицы советских городов пустели. Примерно так же, как во время показов очередной серии «17 мгновений весны». Когда мы начали кататься с Наташей, я уже был... ...девочкой к уже заслуженному как бы человеку, да? Геннадий Карпанов был старше вас, и он уже 4 года в сборной катался. Вас это не давило как-то на вас? Вы знаете, я, наверное, скорее позже поняла, что это как бы медаль двухсторонняя. С одной стороны, ты начинаешь кататься с партнером, который гораздо больше умеет тебя, а с другой стороны, хочешь или не хочешь, тебя подстраивают под стереотип уже существующего партнера и его представления, видения и так далее, пятый, десятый. Поэтому, нет, смущений не было. Я накаталась одна, я была довольна, что я теперь катаюсь в паре. Но вот с годами я поняла, что, в принципе, если бы был более молодой партнер моего возраста, то могло быть какое-то другое направление проявления себя в паре. Да, но я должна сказать, я, конечно, любитель профессиональный, но мне кажется, вы были очень слитные и такая хрупкая, нежная, с этими волшебными руками, совершенно гибкая. И как-то он своей мужественностью, Карпоносов, как-то вас очень оттенял и как-то даже выдвигал вперед. Но вообще, мне кажется, в парных танцах всегда как бы партнерша, она под нее как-то все подстраивается. Но у нас есть, Наташа, тоже небольшой кусок, но все же, это победа на Олимпийских Играх 1980 года. Поэтому давайте мы посмотрим, и вы расскажете нам про вообще ваши победы. Давайте посмотрим. Итак, лидеры соревнований Наталья Ледичук, Геннадий Карпоносов, фигуритель выступает в костюмах голубого цвета, нежно-голубого цвета. Это 80-й год, Олимпиада в Лейк-Плесиде. В стране еще мало у кого есть цветной телевизор, и комментатор обязательно сообщает, какого цвета костюмы у фигуристов. Да, чувствуется огромное нервное напряжение. Ну вот, золото на Олимпийских, есть ли выше что-то, чем награда на Олимпийских Играх? Нет. Нет, да? Нет. Разве что, когда ваши ученики это делают. Ну, это как бы уже другое направление, это уже, да. Но для спортсмена, да, есть, конечно, вторые Олимпийские Игры, есть третьи Олимпийские Игры, но они уже будут, это второй раз, третий раз, но первый раз это естественно. А что вот испытывает человек, когда он поднимается на вершину вот спортивной своей карьеры еще в таком молодом возрасте совсем? Откровенно? Да. Вы знаете, для меня больше запомнился первый чемпионат мира, когда мы выиграли. И это был 78-й год, и вот я помню то ощущение, когда как бы у нас были взлеты, падения, взлеты, падения. И вот когда турнир закончился, я объявляю тебя взывать на педестал, я помню, что не было гравитации, то есть я вылетала. И вот эти ощущения, незабываемо я их помню до сих пор. Потому что первая Олимпиада для меня была в 76-м году, но я болела, там было у нас три вида программы, обязательные танцы, оригинальные танцы, произвольные программы. И был интервал между оригинальным танцем и произвольным, и я заболела, потому что болели очень многие, там какой-то вирус был. И у меня была температура 39,6, когда доктор сказал нет, тренер сказал видимо нет, я сказала да. Потому что никогда не знаешь, будет ли еще одна Олимпиада. И столько лет идти, готовиться и такая ситуация. И я выступала, и моя первая тренировка за 4 дня была 5-минутная разминка уже перед выступлением. Я плохо что-то помню, только помню свое дыхание, как я дышала. И тишина трибуна. И потом, когда уже мы закончили произвольную программу, я думаю, ну сейчас я сяду и буду в кислом крае аре быть с тренером, с партнером. Но помню, что меня подхватили под руки и отнесли практически в раздевалку. Но это была первая Олимпиада. И вторая Олимпиада, как бы, было очень сильно волнение. Волнение, я такого не испытывала никогда. Я проснулась в 7 утра, хотя до тренировки до первой было еще очень долго. Я одела коньки, размяла коньки, хотя в принципе этого со мной не случается. И уже после тренировки, уже перед выступлением я несколько раз перешнуровала ботинок. Тоже непонятно было для меня, что это такое, потому что столько лет выступлений и ничего подобного не было. Ну и, конечно, понимание того, что такое Олимпиада, что такое выигрывание Олимпиады, это уже приходит потом. Когда идет рутинная работа, да, ты как бы в процессе, да, ты понимаешь Олимпийские игры, да, ты понимаешь Чемпионат мира. Но уже что это такое Олимпиада, только потом приходит. Но вот у вас дочь Настя, и у нас тоже есть кадры, но она почему-то поняла, что слишком много фигуристов в доме. Но она изумительно танцевала бальные танцы. Давайте посмотрим. Я хочу, чтобы наши зрители увидели. Да, вы знаете, когда ей было где-то года три или четыре, она сказала, мама, хочу заниматься фигурным катанием. Я спросила, зачем? Она говорит, хочу тебя чаще видеть. Она пришла на лед, она постояла, баланс был, она как бы чувствовала лед. Но пришла после третьего дня домой, говорит, так, три фигуриста для одной семьи, это слишком много. И на этом и фигурное катание, да, и фигурное катание закончилось на этом. Вам не обидно было? Ну, давайте посмотрим, мы сейчас увидим вообще, на что девушка была способна вообще. Настя дважды выигрывала чемпионат США по бальным танцам в молодежном разряде. Я думаю, что наши спортсмены дали за свою, да, зачем мы? Однако, в отличие от родителей, спорт для Насти Карпоносовой только хобби. А с фигурным катанием у нее вообще сложные отношения. Несмотря на то, что иногда родители пытаются решить, что все, про фигурное катание сегодня больше не разговариваем, через минут 20 это все равно всплывает. Но иногда, особенно когда я была меньше, я просто их просила, чтобы они перестали обсуждать фигурное катание. Потому что я больше не могла об этом слышать. Неужели меня можно не... Наташа, но вы практически закончили выступление после Олимпийских игр? Ваше лично. Так обидно? Это более чем обидно. Вы же молодая, юная, феноменальная, уже сложившаяся спортсменка в таком молодом возрасте. Ну, я не знаю, насколько феноменальная, но тем не менее, понимаете, когда тебе 25 лет, конечно, сейчас современное поколение, они взрослеют раньше и так далее. Но 25 лет нашего времени, это ты только приходишь к пониманию того, что ты должен сказать на льду. То есть происходит накопление, происходит опыт, все-все-все-все. И ты начинаешь понимать, ты начинаешь чувствовать. И в это время тебя надо заканчивать. У меня был партнер, который был на 6 лет старше. Ему уже... Да, по тем временам это уже был такой зашкаливающий возраст, даже более чем. И был выбор или мне закончить, или, как бы, искать другого партнера. Но я не стала искать, я закончила. Но это завершилось тем, что полтора года я не смотрела фигурное катание вообще. Я решила забыть про него. Настолько это было болезненно, настолько это было тяжело отойти, перестроиться и все начать сначала. Мне даже страшно это слышать, потому что вот то, что мы будем дальше видеть, ваших учеников и ваши выдающиеся постановки, я не употребляю громких слов. Я, наши зрители сегодня увидят, комментаторы услышат все, что они говорили. У меня всегда есть свое впечатление, но это невероятно. И вот это могло бы быть, не быть, если бы вы, не дай бог, вот так и насмотрели. Могло, могло не быть, потому что мне предлагали работать на телевидении спортивным комментатором. Мне предлагали начать политическую карьеру. Но прошло полтора года. Я отдала все свои коньки, все свои костюмы. Я не читала публикации, я не смотрела тем более свои фотографии или записи. Я не смотрела чемпионаты. Я вообще отошла от фигурного катания. И мне однажды позвонила тренер одиночного катания Лена Александровна. Она была чемпионкой союза по девочкам катания. И она сказала, что у нее есть девочка 11-летняя, и она просит меня сделать ей программу. Хотя, в принципе, я не занималась постановками никакими. И я пришла. Я сделала программу. И был один момент, когда уже мы заканчивали наше совместное творчество. Я уходила, и что-то я повернулась назад. И я увидела глаза девочки. В них столько было всего, столько было восторга, счастья, надежды, расстройства. Куда ты? И я поняла, что это мое начало. И это была Оксана Грещук. И после этого момента я как бы сказала себе, хватит бежать. Если это твое, если это твое, начинай. И я набрала детей. Я объявила наоборот. К сожалению, к счастью, это было очень сложно. Почему к счастью? Потому что любой тренер, я считаю, должен пройти все это постановление. И мне удалось тогда найти лед в Москве. Хотя это было невозможно. Это было в Дворце спорта. Анна Ильинична Синелкина, директор Дворца спорта, предоставила лед. После хоккея в 23.00 до часа ночи. Боже мой, с детьми. С детьми. И я благодарна всем родителям-патриотам, которые доверили, поверили, привели детей, встречали их ночью, провожали. Но вот так мы тренировались без практически света, без музыки, которая с маленького монетафона и на незалитом ду. Потому что уже после хоккейного турнира или после хоккеистов лед не заливали, заливщики все уходили и таким образом начали кататься. Ну, я хочу, друзья мои, чтобы мы посмотрели два фрагмента дающихся учеников. И я... это как раз Оксана Грещук. Да, как раз. Олимпийские чемпионы. Ну, вы сейчас увидите. В 94-м году на Олимпиаде в Лили Хаммере победили Оксана Грещук и Евгений Платов. Золотые медали им принес зажигательный рок-н-ролл. А их тренеры, Леничук Карпоносов, стали единственными в фигурном катании олимпийскими чемпионами, воспитавшими олимпийских чемпионов. Четыре года спустя другие ученики Леничук, Анжелика Крылова и Олег Овсянников, стали на Олимпиаде в Нагана лишь вторыми. При объявлении результатов Геннадий Карпоносов с трудом скрывал досаду. Первыми тогда опять были Грещук и Платов, но они уже работали с другим тренером, Татьяной Тарасовой. В фигурном катании конкуренция между тренерами, пожалуй, даже серьезнее, чем между спортсменами. Тарасова, Чайковская, Дубова когда-то снисходительно наблюдали за первыми тренерскими опытами Леничук. Теперь они сражаются на равных. Наступает какой-то момент, когда все одного возраста. То есть, когда есть молодые, постаршие, туда-сюда. Мне вот сюда это интересно. Вот то, что произошло с вами, с Карпоносовым, да, то есть, ваша жизнь повернулась в другую сторону. А как вы считаете, вот в наших беседах вы сказали, я бы никогда такую пару не составила? Нет, я остаюсь на этой же позиции, нет. А вот почему? А как составляете пару? Потом уже как бы к паре присматриваешься, потом уже как бы находится какой-то общий стиль, туда-сюда. То есть, это можно привести к какому-то знаменитому. Ну, в принципе, нет, я бы не поставила такую пару. Как? Вы знаете, каждый раз это очень отдельно. Иногда оказаться могут в группе два ребенка, которых ты сразу ставишь. Как правило, во всяком случае в моей истории, потому что я начинала с нуля, начинала с детей, и надо было их растить, и надо было их совершенствовать, надо было искать. И очень часто это было болезненно, потому что иногда приходилось разбивать пары и подбирать других. И я знаю, что очень многие как бы помнят эти моменты, и для них это болезненно, и я приношу извинения, но если ты занимаешься творчеством, если ты идешь вперед, а у совершенствования нет предела. Да. Пусть это будет как бы, это твое видение, но это твое, и ты стараешься, и ты видишь, и так далее. Иногда спортсмены подходят и говорят, что нет, я больше не могу кататься с той партнершей или с тем партнером, и ты уже начинаешь искать. То есть это нет одного рецепта, это очень сложный момент, это трудоемкий, да, и каждый раз индивидуально. Ну я хотела бы, чтобы мы увидели вот еще Олимпийские игры в Salt Lake City, где изумительная пара, это Лобачева и Авербух, сегодня очень известный человек, Илья Авербух, но они так изумительно танцевали, они не выиграли золото-то, да, они там стали серебряными. Они голосом, а не одним голосом, и голос как бы такого... Кто-то из своих? Ну как всегда. Как я угадала, я не знала. Как всегда, не будем называть имена, но как всегда. Ну давайте посмотрим, потому что изумительно катались. Интриги в фигурном катании редко становятся достоянием гласности. Но именно так произошло на Олимпиаде 2002 года в Salt Lake City. Тогда подопечный Ильиничук Карпоносова, Ирина Лобачева и Илья Авербух заняли только второе место. Соперникам они проиграли всего один голос. После соревнований чемпионов Марину Анисину и Гвинделя Пейзера обвинили чуть ли не в подкупе судей. В другом виде катания парном вообще вручили два комплекта золотых медалей. После Олимпиады ИСУ, Международная Федерация Комкобежцев, была вынуждена даже пересмотреть систему оценок. Но Наталья Леничук уверена, когда лидерство бесспорно, даже судьи не могут помешать. Сегодня она упорно работает с молодыми спортсменами и мечтает сделать из них новых чемпионов. Три пары, они были... Вместе они продолжать не будут. И для того, чтобы сохранить и Марину, и Илью, Илья начал кататься с Ириной. А Марине я посоветовала написать письмо Гвиндалю, партнеру во Франции. Я как раз съехала туда на семинар, меня приглашали на семинар. И я отвезу это письмо. Марина послушалась мне, потому что мы не могли найти ей партнера. Какой-то был период, когда как бы надувает такую затрудку. И она написала, я передала письмо, и так состоялась пара. Так что к французскому золоту я тоже имею непосредственное отношение. Пара была создана мной. Да, здорово. Когда так происходит. Да. Но вот вообще, вот как жить в этом, да? Я очень хорошо помню период, значит, Тарасова, Чайковского и Дубова. И вот все были одни за одни, вот прямо кланы были. Кто за кого болел, у кого что лучше и так далее. И это такая клановость, она сохраняется сегодня тоже? Ну, а куда же она идет? Ну, куда же она идет? Ну, я хочу сказать, что если бы не было Чайковской, Тарасовой, Дубовой, то возможно, что я бы не состоялась в том состоянии, в котором в итоге я прошла тренерский путь. Потому что положение обязывало. Это те люди, которые были уже личностями с большим именем и с большим опытом работы. А я была спортсменкой. И мне пришлось из спорта, я из спорта перешла и переходила на уровень, как бы, ну не на один уровень с ними, но во всяком случае на позицию тренера, который должен отстаивать интересы своих спортсменов. Да, авторитеты, да, уважения, с которыми я к ним относилась. Но, тем не менее, уважение это одно, а работа это другое. И вам пришлось пройти, наверное, через некоторые высокомерия по отношению к вам и доказать, что вы не хуже. Да нет, это мне было смотреть на это все, понимаете. Мне надо было заниматься парами, селекцией пар, создаванием хореографии и тренировками. Ну, Наташа, я отдаю должное вашему характеру, тем более, что в фильме про вас было сказано, что вы железная леди, что вас так называют ваши ученики, почему? Ну, я первый раз об этом прочла в английской прессе. Да? Да, а потом уже... Такая нежная, удивительная женщина и железная леди. Знаете, я не знаю, насколько я железная, в принципе, но я помню, когда папа меня воспитывал. Ну, как, вот я помню с детства. У Керенского, у отца, было много детей. И каждую субботу он их порол. Ну, субботу, я не помню, у меня папа как-то, это давно было. И когда очередь доходила до Александра Керенского, то его отец не порол. Он говорит, из этого и так толк выйдет. Ничего себе. Поэтому, я не знаю, я железный элемент, но папа меня воспитывал очень... Относился ко мне очень положительно, очень хорошо. Никогда не наказывал и как бы... Он даже в свое время отказался от командировки в Германию, хотя он был военный, это надо было как бы подчиняться приказу, но он отказался, потому что там не было фигурного катания. И он пожертвовал собой, как бы, своей карьерой ради того, чтобы я осталась фигурными катаниями. Да, но ведь без жесткости нет результата, особенно в спорте. Поэтому моя твердая позиция, что тренер должен быть диктатором. Да, демократическим диктатором, но диктатором. И я как-то читала материал о французских балетных трупах, и за 20 лет сохранилась только одна, там, где руководитель был диктатором. Да, понятно, что надо учитывать, надо понимать, надо диалог, находить какие-то компромиссы на какие-то... Но компромиссы не по отношению к своему видению, а как бы нахождению общего языка со спортсменами и... Ну вот у нас есть еще одно видео от Анны Семеновича с Федоровым. Я никогда не видела его, но Анна Семеновича, которая сегодня совершенно не так выглядит, там она такая юная красавица с осиной талии, и она вас очень трогательно говорит, что вы просто как мама, и что можно всегда вам позвонить и посоветоваться, и все. Но я понимаю, что, наверное, жесткость тренера – это одно, а человеческие качества, наверное, это другое. Но они, наверное, должны дополнить друг друга. Но давайте посмотрим. Это будет для наших зрителей очень интересно увидеть такую чудную юную красавицу Анну Семеновичу. Это тоже наше будущее послеолимпийское. Все очень внимательно следят за развитием этой пары, потому что это музыка совершенно-таки ординарная, имеющая по-новому посмотреть на, казалось бы, на Лугуэне, что тут уже новое, накатанное, перекатанное всеми видами одиночного катания, от самого самого до танцевальных парков. Но, тем не менее, посмотрите, танец совершенно иной. Отличительная особенность – необыкновенная темперамента, но танцевальность партнерша. Насколько мы не видели партнер, всегда я спидешь, чтобы так много от него зависит. Партнер или партнерша – человек, который как-то ведет с собой лицо дуэта. Володя Федоров – очень хороший партнер. Он, напомню, танцевал с Желикой Крыловой. Он был призером соревнований крупнейших. Потом вот у меня и партнера, и партнерша. Наташа, а вот вы сказали, что вы набираете маленьких детей. Вы по сей день любите их выращивать, чемпионов? Ведь, насколько я знаю, я обязательно прочту этот список, какое количество людей, именитых, уходили и к вам. И очень много иностранных фигуристов, которые приходили к вам. И у нас вот осталось буквально 30 секунд до перерыва. Мы уйдем сейчас на короткую паузу. Мне очень интересен этот процесс. Вот ваша позиция и то, почему вы держитесь. Значительно проще, наверное, взять знаменитость и сразу же попасть в победители Олимпийских игр. Наташенька, мы сейчас делаем короткий перерыв, потом вернемся. Друзья мои, оставайтесь с нами. После короткой паузы мы вновь продолжим беседу. С изумительной фигуристкой и женщиной Натальей Ленинчук. Друзья мои, мы вновь с вами. Я напоминаю, что это программа «Контакт», которую по понедельникам веду я, Сима Березанская. И у нас сегодня совершенно необыкновенный гость. Олимпийская чемпионка, двухкратная чемпионка мира и Европы. Заслуженный тренер СССР и тренер, заслуженный тоже России сегодня. И Наталья Ленинчук. И мы наслаждаемся и наслаждались первой части. Те, кто подключились, будут тоже наслаждаться сейчас ее учениками. И обязательно ее тоже танцем. Но я бы хотела попросить нашего замечательного режиссера Юру, чтобы мы поставили сейчас выступление Татьяны Навки и Романа Костомарова. Безусловно, это сегодня легендарные люди в фигурном катании. Но, тем не менее, у них не менее легендарный тренер. Татьяны Навки и Романа Костомарова 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 Друзья мои, я очень хочу зачитать вам списочек достаточно большой, но я хочу, чтобы вы послушали. В разное время у нашей сегодняшней гости, изумительная Наталья Ленинчук и Геннадия Карпоносова, тренировались. Оксана Гришук и Евгений Платов. Олимпийские чемпионы, четырехкратные чемпионы мира, трехкратные чемпионы Европы. Анжелика Крылова и Олег Овсяников. Серебряные призеры Олимпийских игр, двукратные чемпионы мира. Анжелика Крылова и Владимир Федоров. Бронзовые призеры чемпионата мира. И Ирина Лобачева и Илья Авербух. Серебряные призеры Олимпийских игр, чемпионы мира. И также Марина Анисимова и Илья Авербух. Вот другая пара, которые стали двукратными победителями первого мира среди юниоров. Татьяна Навка, Анна Семенович, Роман Костомаров. И Татьяна Навка в паре с Романом Костомаровым. Чемпионы Олимпийских игр, двукратные чемпионы мира, трехкратные чемпионы Европы. Альбена Денкова и Максим Ставицкий. Двукратные чемпионы мира. Елена Грушина и Руслан Гончаров. Бронзовые призеры Олимпийских игр. Ирина Романова и Игорь Ярошенко. Бронзовые призеры чемпионата мира. Ильян Хугентоблер и Даниэль Хугентоблер. Чемпионы Швейцарии. Участники чемпионатов мира и Европы Олимпийских игр. Федерико Фаэлло Массима Скали. Серебряные призеры первенства Европы. И бронзовые призеры чемпионата мира. Дальше чемпионы Японии. Другие. Я просто не буду зачитывать. Здесь очень много иностранных имен. Просто не все для нас что-то говорят. И так далее. Наташа, но вот такое созвездие блистательных фигуристов, которые сделали целую эпоху, десятилетия в нашем любимом виде спорта. И при этом вы говорите, что вы берете маленьких детей. Когда же вы успеваете расти чемпионов и работать с такими блестящими чемпионами? Не все же выросли у вас. Нет, не все, знаете, но в принципе мне интереснее брать изначально ребенка и растить его, потому что ты знаешь ребенка, ты видишь и ты понимаешь, куда ты ведешь. Дело в том, что, вот вы показали фрагмент Владимира Федоровна и Александра Семеновича. Владимир Федоров до этого катался с Анжеликой Крыловой. И, но, по моему видению, да просто от меня ребята, которые, в общем, приходилось оставаться с партнерами или партнершами, но с Овсянником, с Олегом, они были, на мой взгляд, в моем видении... Неорганичны. Да, более-более органичны. И они стали середовыми призерами Олимпийских игр с Олегом Овсянником, а Владимир Федоровым катался какой-то период с Анной Семеновичем. Но потом создание пары Костомаров, навка Костомаров. Долгое время Федерация... Федерация обратилась ко мне помочь найти партнершу для Романа. И долгое время они не соглашались со мной, чтобы поставили, встали вместе Таня с Романом. Но потом все-таки мне удалось убедить их. Это одна из блистательных пар. Да, но, вы знаете, в процессе работы, в процессе развития и так далее, в дальнейшем, мне показалось, что Роман будет более интересный и более длительный в работе с Анной Семеновичей. Но не получилось, не состоялось. И уже Татьяна Навка с Романом Костомаровым под руководством другого тренера. Они стали олимпийскими чемпионами. Это безумно невероятно талантливые и красивые ребята. Иначе я бы не создавала эту пару и не убеждала в федерацию в будущем. Но, тем не менее, профессионально мне, как тренеру, более техничное, более соответствующее какому-то дальше прогрессу в танцах на льду, Роман с Анной Семеновичем, возможно, был бы более интересным. Ну, это мое видение. А Анну Семеновичу в то время можно было бы по таланту сравнить с Навкой? Потому что, мне кажется, Навкой... Они совершенно разные. Они совершенно разные. Вы знаете, недавно мне позвонила, может быть, где-то года два назад, приятельница. И говорит, ты не видела в интернете там публикацию романа? Он писал о себе, о том, как он, в общем, вернулся обратно к Тане и стал продолжать с Анной Семеновичем кататься. И он выложил в своей публикации два видео с Татьяной Навкой и с Анной Семеновичем. Обе пары безумно хорошие. Но они совершенно разные. Ну, понятно. Конечно. Но меня интересует... А вот еще, простите вас, перебиваю, был интересный момент, когда уже закончили выступать Барбара Фузерполи и Морицуо Моргарио. Они закончили выступать, она родила ребенка. Но я чувствовала, что они не все сказали о себе в спорте. И мне удалось убедить вернуться их в спорт. И, в принципе, это могло бы быть прекрасным возвращением. Но я предложила ребятам приехать ко мне в Америку на целый сезон, когда я могла отвечать за результат. Потому что, ну, они сказали, Барбара не смогла по семейным обстоятельствам, какие-то причины. И она сказала, ты можешь к нам приезжать периодически на семинары? А у меня готовились в это время Альбена с Макфом. Моя любимая. И другие ребята. Я говорю, с удовольствием. Вы, но не могу. Но периодически, да. Но что значит периодически? Это как бы... Ну, конечно. Ну, и ребята выиграли Барбара обязательно танцы. И потом был сбой. Им не удалось быть на пьедестале. Но Барбара после этого мне много раз говорила. Ты знаешь, у нас такой популярности в Италии не было никогда до этого. Потому что, когда они совершили сбой, он ее уронил. Барбара несколько секунд, но так выразительно смотрела на своего партнера. Что не было ни одной газеты, не было ни одного канала, которого не осветил. И писали так, что такой взгляд знает очень хорошо каждый мужчина. Наташа, ну а как вы оказались в Америке? Я думаю, что это счастливый момент был, что вы здесь оказались, наверное. Ну, я думаю, что да. Потому что, как бы, работа... Не были созданы условия для работы. Дело в том, что за два года до Олимпийских игр меня приглашали сюда на семинар. И я проводила семинары летние. А что такое семинар в фигурном катании? Я понимаю, что семинар, когда врачи собираются, они друг другу доклады там рассказывают. А семинар, это что, просто уроки выдаёте? Да, уроки. Семинар для спортсменов, которых ты тренируешь. Семинар для тренеров. Я помню, один семинар был, когда я показывала, объясняла, рассказывала и давала какие-то вспомогательные упражнения. И я слышу за спиной два тренера одиночественного катания, говорят, ну, это же танцы. Понимаете, я поворачиваюсь и говорю, знаете, дело в том, что какая разница, танцы или нет. Фигурное катание, оно и есть фигурное катание. Вообще, в фигурном катании в музыке семь нот. В алфавите 36 букв. В фигурном катании два шага. Один шаг вперёд, один шаг назад. И всё остальное, это вариации на тему этих двух шагов. Спрыгиваешь ты четыре оборота, любой прыжок, или ты делаешь там левый, правый, беговой шаг или что-то такое. Это вариация двух шагов. Чего себе? Да, это интересно. Такой простор для творчества, однако. Да. Из этих двух шагов делать такие композиции. Наташа, ну так как вы в Америке после этого семинара вам предложили остаться? И вот эти два семинара прошли, и как раз следующий сезон был Олимпийские игры. И после Олимпийских игр я получила приглашение в Университет Долавара. У них в университете... Вы до сих пор там, да? Нет, вот сейчас уже несколько лет я работаю на другом катке, но университет Долавара предложил условия, и я сказала, что без спортсменов я не могу приехать. И они предоставили для спортсменов дом, питание и условия для тренировок. Ну это была такая реклама? Да. Но ведь это же было тяжелое время, наверное, такое безвремение в России, когда и ни катков, ни... Ну это да, это был очень тяжелый период, и на Олимпийских игре с 2004 года из четырех пар, три основной состав и одна запасная, из четырех пар, три пара были подготовлены, да. И мы катались на Олимпийском тренировочном катке вдруг, то есть директор катка, директор комплекса сказал, ну хорошо, тренируйтесь, поскольку у вас Олимпийские игры, но потом как-нибудь найдете средства и выиграли. Наташа, ну я очень хочу, чтобы мы посмотрели, вот я хочу, чтобы сегодня звучало все. Ну вот Домнина, Шабалин, Спартак, ну выдающийся просто танец, Наташа, ну выдающийся. Давайте посмотрим, дорогие друзья, вы убедитесь. Субтитры сделал DimaTorzok Наташа, как создаются вот такие невероятные композиции? Как у вас происходит творческий процесс? Что сначала музыка подбирается или выстраивается? Она же из трех частей состоит, как правило, программа. Ну вы разные. Разные. Костюмы, стик, кто именно будет исполнять? Вы ставите, я сразу сваливаю все вопросы, кучу. Вы знаете, на кого вы построите эту композицию? Или наоборот, сначала они, потом композиция? Вот как вообще? Вот я обожаю кухню, я обожаю процесс. Вот поделитесь немножко, если это возможно. Непредсказуемый момент. Да? Непредсказуемый. Но, конечно, надо учитывать и актуальность сегодняшнего дня, и уровень подготовки пары, и уровень интеллекта пары, и отношение пары к партнершу. Между собой. В паре между собой. И иногда это музыка, которая визуализируется уже в какие-то образы. Иногда ты смотришь на ребят, и ты видишь по их пластике как бы следующее, почему я люблю готовить пары, и потому что ты шаг за шагом развиваешь, видишь, понимаешь, и оно как бы преподносит тебе потом уже обратную ответную реакцию, и ты уже знаешь, что делать дальше. Поэтому это очень... Самый сложный момент для меня было подобрать музыку. Потому что... Ну, конечно, это же определяет. Ребята как бы взрослеют, они... Им надо больше развития. Иногда приходилось давать какую-то тему и подтягивать ребят к этой теме. И иногда первый месяц было невозможно смотреть программу, потому что она еще не созрела. И так шаг за шагом, но это очень разное. Иногда ты можешь читать книгу или смотреть на картину, и может появиться желание поставить ту или другую программу. Как спортак, например. Да. Это музыка. Там и сразу наверх. Я так и думал, сейчас будет поддержка. Так и есть. То есть музыка диктует. Ребята, мы, к сожалению, работали только два сезона вместе. И ребята до работы со мной никогда не использовали высоких поддержек. И когда первый раз на тренировочном... В тренировке они попробовали ее на льду, я замерла. Потому что это огромные красавцы. Это просто... Такие же они талантливые, невероятно. Невероятно. И когда у Максима поднял Оксану, и она вообще воспарила... Она вообще как бесстрашная совершенно. Она очень доверяла ему. То есть они как пара были удивительны. Красиво. Их отношения друг к другу, их уважение друг к другу, их тренировочные процессы, и любовь к фигурному катанию. Но, к сожалению, у Максима была травма. И еще до приезда ко мне у него была не одна операция. И после очередной операции на колено, на 12-й день он выступал на чемпионате Европы. Это было преступление по отношению к таким талантливым спортсменам. И этим было решено его будущее. Конечно, мы постарались сделать все, что возможно. Конечно, мой... Мне повезло в жизни, что я после спорта познакомилась с удивительным доктором. Это Райса Иванова Гвиненко. Она живет в Ессентуках, в России. И... Она спортивная врач, да? Нет, она врач. Она врач и удивительный человек. И, вы знаете, ее рекомендации, ее советы по лечению и так далее, иногда удивляют просто своей как бы простотой. Но они работают так, как вообще... Какие-то супер таблетки, супер мази не помогут. И вот, когда, возвращаясь немножко в прошлое, у Анжелики Крыловой была травма локтям. И врачи нам сказали, что очень спорное будущее. Возможно, она не сможет никогда в полном объеме работать локтем. И Анжелика ездила к Райсе Ивановой. И она ее восстановила. И объем работы локтя был восстановлен. И вот счастье, знаете, вот... Это невероятное счастье. Я благодарна. Это всегда посылает правильных людей. Правильным людям. Спасибо. Я надеюсь. Но я очень благодарна. Наташа, ну я хотела бы, чтобы мы посмотрели еще один фрагмент. Мои очень любимые Албана Денкова и Максим Ставицкий. Они такие чудные. Они просто люди замечательные. Вот мы смотрим, у нас отдельный разговор будет про Ленинковый период. И я смотрю, как они общаются с этими непрофессионалами между собой. Они просто по-человечески совершенно прелестные и очаровательные люди. Не говоря о том, что они невероятно талантливые. Давайте посмотрим. Продолжение следует... Наташа, ну вот опять, видя эти удающиеся постановки этих изумительных фигуристов, я хотел вас спросить. Вот у меня впечатление, что фигурное катание с того времени, как вы танцевали, и как бы оно все развивается в сторону какой-то акробатики. Период был, что вообще были одни танцы на льду с этими элементами парного катания, с бесконечными поддержками, акробатическими этюдами и так далее. Что это? Это продолжается? Мне так нравились именно танцы. Вы знаете, всегда был чемпионат мира по фигурному катанию и спортивным танцам на льду. На сегодняшний день у нас правила в танцах на льду такие, что уже как бы можно не называть танцы на льду, а мы уже входим больше в спортивную часть. То есть у нас такое ограничение в творчестве, у нас не остается времени на творчество. Пока ты исполняешь элементы, конечно, ты пытаешься придать им какую-то творческую окраску, какое-то творческое решение, но все равно как бы... Но тем не менее, правила есть, от них никуда не уйти. И правила, на мой взгляд, не всегда как бы... Они правильные, потому что был период, когда были акробатические этюды, и очень много пар мы потеряли в мире. Или потеряли, потому что они травмировались, или потеряли, потому что они были, но они не могли соответствовать этим акробатическим направлениям, они вынуждены были закончить. Или они не состоялись, потому что рост весовой категории давали бы им возможность исполнять, а без этого нельзя было, потому что были такие правила. Сейчас правила как бы немножечко поддержки эти акробатические ушли, сейчас попытка вернуть фигурное танцы на льду к танцам на льду. Но тем не менее, правила остаются, и что меня немножко шокирует, то есть нельзя говорить плохо, плохие правила, хорошие правила, правила. Они есть, мы должны им следовать. Что меня немножко удивляет, вот, например, все мои ребята, которые выступали, если у них было, допустим, два беговых шага в программе, то это уже была катастрофа. Почему? Потому что мы искали такие возможности и решение, что при наличии двух шагов фигурного катания вперед-назад обходиться без беговых шагов, а делать интересные решения, интересные варианты и техническую сложную работу. Сейчас, если посмотреть на ноги спортсменов, то танцоры позволяют себе делать огромное количество беговых шагов. Меня это немножко шокирует. Меня это шокирует, и даже с уверенностью, я попытаюсь отойти от этого. Наташа, ну вот я бы очень хотела, чтобы мы посмотрели на Танис Билбин и Бенджамина Госта. Это пара, которая Соединенные Штаты Америки. Она изумительно красавица. И они совершенно блистательны, их победное выступление. Давайте посмотрим, друзья мои. Это очень интересно. КОНЕЦ Наташа, ну вот просто я не хочу усложнять нашу работу. Я не хочу передачу списком иностранных имен, но к вам обращаются и из других стран, и вы консультируете, и вы их доводите до... Знаете, сейчас на данный момент я как бы занимаюсь вот на данный период больше консультативной работой. Но, и мне казалось, что это будет легче, это гораздо сложнее, потому что когда ты тренируешься каждый день, ты можешь корректировать, и то, что ты там что-то не так, что-то не туда было вчера, то ты завтра или сегодня можешь это исправить. А если ты занимаешься консультацией, то ты должен так проконсультировать, чтобы когда ты уже уехал, чтобы ребята помнили, понимали, и это сохранялось, чтобы это не оказалось просто сотрясанием воздуха. Знаете, по поводу Альбены Денкова, Максима Ставицкого и Бенджамина Агоста, удивительные ребята, талантищи, ну просто, ну, нет у меня слов, чтобы какую-то планку им вывести. Они безграничные. К сожалению, только одно, то, что нам удалось поработать только два года, потому что если бы это раньше встречи произошли, это было бы дольше, это было бы гораздо интереснее и мне, и зрителям, и ребятам. Ну, наверное, вам было бы интересно, но то, что мы видели даже на этом уровне результат, он невероятный этот трек. Ну, так хочется иногда много зрелых, так хочется. Да, я понимаю, Наташа. Я понимаю, что это ваша реабилитация и сублимация за то, что вы рано. Да, ушла раньше из спорта, и я не смогла выразить себя и высказать свое мнение. Ну, вы счастливый человек, вам удалось это компенсировать. Да, ну, а вы говорите, как я успеваю, спросили вот недавно. Моя дочь правильно сказала. Мама спит, ест и тренирует. Ну, может быть, разная очередность. Тренирует, иногда ест и иногда спит. Ну, я хотел бы, чтобы вы мне говорили, что вы сейчас увлеклись одиночным катанием. Так, это интересно. Я хотел бы, чтобы ваша девочка китайская, которая... Да, которую я веду несколько лет. Я не являюсь ее на данный момент тренером основным. Я консультирую вот несколько лет, я консультирую ее, даю ее направление, и я очень горжусь ей. Да, так что мы сейчас ее посмотрим. Интересно очень. Субтитры делал DimaTorzok Наташ, ну, вы знаете, наша программа так обидна, но я надеюсь, вот я прямо сразу говорю, что еще, пожалуйста, приходите к нам. Что бы вам хотелось из того, что мы не успели, наверное, много чего не успели, что бы вам хотелось сказать, вот, буквально напоследок, нашим зрителям, я уверена, любителям фигурного катания и вашей пары? Вы знаете, у меня... Я двукратная бабушка. Да, ой, я одна, это такое счастье. Она живет в Нью-Йорке и работает в инвестиционном банке. И две моей внучки, одной четыре года, и когда я показала первый раз свои записи, она так напряглась, посмотрела и говорит, ты суперфигуристка. Я не ожидала от нее таких слов. А потом следующая фраза была, а ты одна так можешь? Это было, конечно, умиление. Это то, что вы доказали своей жизнью, Наташа, что вы одна прекрасно все можете. Друзья мои, наша программа практически подошла к концу, но я очень хочу, чтобы мы закончили выступлением пары Натальи Янчук и Геннадий Карпоносов. Это их лебединая песня, можно сказать, по Джо Досен. Это очень известный номер, но неописуемой красоты. И я думаю, что это будет замечательный финал нашей сегодняшней программы. Наташа, спасибо огромное. Очень жду вас вновь в гости. Спасибо, что вы приглашли. Спасибо. 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 Спасибо.